Честно говоря, мне странно было и страшно, что режиссер связался с ученым, потому что ученый всегда ограничивает, говорит, этого нельзя, этого нельзя, этого не может быть. А режиссер, наоборот, хочет, чтобы это было и вот это было, и все это, взрывоку экшен какой-то нужен. И вот у них хороший салат такой получился между фантазией и наукой. А точнее говоря, не между, а вместе, мне кажется, вместе с фантазией и с наукой поровну. И удивительно, фильм смотрится. Я немножко переживаю за зрителей, когда фильм длится более полутора часов, это ненормально. Но вот «Интерстеллар», по-моему, около трех, почти три часа длится. И я его смотрел несколько раз в жизни и, в общем, не уставал, потому что он как-то нарезал на такие блоки. Ну, может быть, последний блок, вот это вот четырехмерное пространство, и он немножко затянут. Но начало мне чрезвычайно нравится. Там вообще никакой науки. На земле в этих условиях экологической катастрофы, когда все перестает расти, когда там, как у них, что-то у них пшеница перестала расти, потом кукуруза. А, потом кукуруза. И, в общем, все, это конец. Еще бы картошка перестала, и вообще был бы конец географии. Но... Субтитры создавал DimaTorzok